Добрый день и всем здравствуйте. Сегодня у нас вот такой Раскоробкиных. Ну как всегда распаковка без каховки. Пришло две посылочки. Сразу говорю это с Алиэкспресса. Первая посылочка. Ну господа спатеристы есть? Знаете что это такое? А это у нас петелечки. Это у нас петелечки. Не смотрите на руки, они грязные. Я только-только с работы. Получили посылку, я вот поэтому. Толщина петелек довольно-таки хорошая, полтора миллиметра. Железные, обмедненные. Вот здесь их пакетики 100 штук. Петелечки стальные, толщиной полтора миллиметра, довольно-таки толстые. Обмедненные. Слой меди такой толстенький. Ну чтоб не ржавели, наверное. Чисто декоративных целей. И цена петельки с доставкой мне обходится в 14 рублей. Уже вот здесь на столе. 14 рублей. Ну не буду говорить доллар, а сами посчитайте. Просто скажу для сравнения, да. В Ростове их можно купить по 20 рублей, а в нашем городе их можно купить по 40 рублей, да. 40 и 14. Поэтому они были заказаны с Алиэкспресса. 100 штук есть, так что можно будет работать. У меня петелечки есть, но их уже одной парке несколько лет уже там кончики пообгорали, да. Их просто в рознице еще покупалось понемножку. То есть они разносортные. И когда надо вытянуть какой-то длинный-длинный крис, крис такой, да, или там замятие, приходится подбирать. Ну, чтобы высота была одинаковая, или еще что-то, чтобы не натянуть сисек. Вот появились новенькие. Будем теперь пользоваться. И есть еще одна посылочка. Поменьше. Но тоже интересная. Ой, а что это? А это, ребята, вот такие штуки. Угадывайте. Сопло для полуавтомата. Диаметр 0,8. Упаковочки. Упаковочки. Две вот тут упаковочки есть. Дальше. Сопло или наконечники, да? Наконечники. Потом есть. Ой, какая прелесть, а. Глядя. А это само сопло, да, под углекислоту. Вот она. Опять же, ребят, вынужден был заказать с Алиэкспресса. Объясняю. Десять штук, да? Десять штук вот этих штучек. Десять штук стоит 300 рублей. Ребят, 300 рублей, да. 30 рублей одна вот эта вот. У нас в магазине она стоит 150. Это в дешевом, в дорогом 200. 150 и 30 рублей, да? Взял десяток, мне хватит на несколько лет. Пусть будет. Ссылочки на то, где я это покупал, я попробую оставить. Ссылочку на сайт, где я это брал, попробую оставить. Но не знаю, получится у меня или нет, потому что, когда в YouTube кидаешь ссылочку, да, потом пытаюсь ее открыть, она выкидывает на общий сайт Алиэкспресса. Или я просто еще не умею конкретно на данный товар, да, делать ссылочку. Ну, попробуем. То есть, понятно, да? Вот эти вот штучки. Это получается примерно по 20 рублей одна. Ну, честно говоря, по 20 рублей можно у нас в городе их тоже найти. Но в основном сюда 50 или аж 80 рублей на вот эти наконечники, да? Есть один магазин, где они продаются по 20. Но так как я заказывал все сразу, а не комплектом с ним. И вот еще один интересный пакетик. Опять же, у кого есть полуавтомат, ребята, вы догадаетесь, что это такое. Да? А это непосредственно сам наконечник. Уже сам наконечник пистолета для полуавтомата. Это та штука, куда закручивается сам сварочный наконечник. Вот она, да? А дальше это вот эта штука. Вот она. И мы получаем, в принципе, новую головку на сварочный пистолет для полуавтомата. То есть вот такие дела. В комплект вот этой штуки получается 30 рублей. Вот эта штука тоже стоит 30 рублей. Какой токарь вам за 30 рублей с латуни, да еще с каленой пружинкой это сделает? Опять, я говорю, на мои пальцы не обращаем внимания. Я сегодня токарил, работа по чугуну. Ну, чуть сполоснул руки. Теперь быстро-быстро снимаем вам ролик. Так как жена только что принесла эту посылочку. Вот хвастаюсь, хвастаюсь, прям терпелки нет. То есть 30 рублей, 30 рублей и само сопло, да? Итого за 80 рублей имеем абсолютно новый, фактически новый пистолет для полуавтомата. Или горелка, или как это правильно назвать. Поэтому с Алиэкспресс. Я понимаю, надо поддержать отечного производителя. Но за эту цену у нас их не делают. Не делают. Как они это умудряются, я не знаю. Заказал у них. То есть получается, что вот это вот на несколько лет я себе укомплектовал свой сварочный полуавтомат. Надолго теперь мне этого хватит. Это сверху для споттера. Это к 100 петелек опять же мне надолго хватит. Но в последнее время не приезжают глобальные машины, париктовки. Как вот если посмотреть, у меня ролики были там 8-летние, там 10-летние давности, да? Когда я целиком машины рихтовал и все. Сейчас это экономически невыгодно. Но все равно рихтовка еще осталась, и она актуальна. Поэтому новые петельки. Тем более за такую цену. И еще одна штучка. Это чисто поржать, чисто прикол. Показываю. Смотрите. Вот так красиво все сгибается, перегибается. Но это всего-навсего. Вы не поверите. Давайте я это уберу в сторонку. Вот так виднее будет. Это глубиномер. Те, кто пользуется штангенциркулями, поймете аналогию, да? Опа. Опа. Опа, да? То есть мы можем мерить глубину чего бы там ни было. Приклады мы меряем. Вот так. И понимаем, что длина этого трубочки у нас 53 миллиметра. То есть вот здесь. И тут наверху дюймы, внизу миллиметры. Сантиметры и дюймы. А вот эта штучка, вот она вот так вот двигается подпружиненная. Да, он не точный, все. Но по-быстрому где-то что-то померить. Опять же. Ну, опять же, ребят, цена там буквально 130 рублей вот этой игрушки. Ну, не удержался. Решил себя побаловать. Но тут есть еще вот такая интересная вещь. То есть вот такая вот пика. Она не, видите, в сантиметре. А? Догадайтесь, в первого раза, что это такое. Объясняю. Это аналог штангенциркуля для измерения диаметров отверстий. Втыкаем. Просто втыкаем. И смотрим. И смотрим. И мы видим, что тут у нас диаметр 12,7 миллиметра, да? Вот тут. Или с этой стороны можем провести аналогичную операцию. Воткнуться. Умерить. Вот она. И что мы видим? Сейчас я попробую резкость поймать. И мы видим, что тут отверстие диаметром 12,5 миллиметров. То есть сантиметры показывают миллиметры фактически. А те миллиметры, которые на этой шкале, это десятые доли. Здесь вот есть, да? Шкала. Вот она тут обозначена. Что это, для чего это. Видите, одна десятая миллиметра, это одно деление. То есть вот по-быстрому. Где-то надо померить какой-то диаметр. Мы это берем. Чпок. Воткнули, померили, засекли. Да? Очень быстро. И здесь вот буквально от полмиллиметра можно отверстие мерить. Там один, два, три миллиметра, четыре. Ну, то есть вот такая вот. Вот такой быстрый-быстрый угловой. Как его, не знаю, называют. Ну, диаметрометр, да? То есть аналог штангенциркуля. Ну, согласитесь, штангенциркуля мерить диаметр отверстий в один-два миллиметра тяжело. А здесь клац и готово. То есть вот такая вот интересная штука. Ну, это опять же, как в токарку мне, да? Просто, да? Интересная. Вот сзади здесь еще есть табличка сводная. Ну, надо будет разобраться, что она обозначает. Так. Вот, читайте. Что оно и к чему, да? То есть, опять же, таблица соотношения чего-то к чему-то. Не знаю, разберемся. Ну, и еще можно его использовать просто как угломер, да, дополнительно где-то что-то. Померить какой-то угол. Здесь, допустим, или внутренний. Есть барашек. Можно это все зажать. И уже она стоит жестко, да? И, соответственно, замерить какой-то вот угол, если нам это необходимо. То есть вот такой простенький, но универсальный инструмент. Цена буквально 130 рублей, тоже там, или 140, я уже не помню. Но очень дешево, мне оно понравилось. Ну, кто-то позавидует, кто-то за меня порадуется. Ну, я решил похвастаться такими покупочками. Так что, извините за длинный сумбурный ролик. Работайте хорошим инструментом. Пусть он даже и китайский, но он новый. И какое-то время будет приносить вам удовольствие. Ну, а на этом все. Всем большой-большой привет. Ну, и до свидания.